Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Дело мы не видели. Соблюдал ли арендатор условия договора, не соблюдал ли. Прозвучало о том, что арендодатель в одностороннем порядке этот договор расторг. Посчитал, что имеет на это право. Я так понимаю, арендатор считает, что такого права у арендодателя не было. Вот суд и решит. То, что платились какие-то деньги за пользование помещениями, ну это правильно. Даже в том случае, если договор аренды расторгнут и арендатор не освобождает помещение, он обязан оплачивать собственнику пользование такими помещениями. Выходные неизвестные ворвались в помещение родины, вывезли все оборудование. Комплекс сейчас не работает. Сорвались детские соревнования по плаванию. Тренеры лишились работы и владельцы бизнеса пытаются решать вопрос с владельцами абонементов. По их словам, от своих обязательств они не отказываются. Программа Экономика. Жительница Котельнича получала пособие на ребенка, которого сдала в детдом. Суд рассмотрел дело 26-летней жительницы Котельнича. Ее признали виновной в мошенничестве. Полтора года назад она подала документы на получение материальной поддержки от государства в связи с рождением ребенка. Через пять дней девушка передала дочь в дом ребенка. После этого должна была перестать получать пособие. Еще несколько месяцев выплаты, правда, продолжались. В общей сложности было перечислено около 90 тысяч рублей. Как сообщается на сайте прокуратуры Кировской области, суд признал девушку виновной в мошенничестве и назначил ей полтора года колонии общего режима, взыскав сумму незаконного обогащения. Экономика. На 101 АФМ. В Кирове вручили премию бизнес-событий за январь. Им экспертная комиссия назвала выход проектов «Васильки и знак» компании «Железно» в финал городостроительного конкурса «Топ ЖК-2021», который называет одной из самых масштабных в России премий в сфере жилищного строительства. Победителем народного голосования, которое проходит при поддержке издания «Бизнес-новости», стал лебяжский завод растительных масел, который запустил в розничную продажу рапсовое масло под маркой «Унши». Премию «Бизнес-события» каждый месяц вручает Вятская торгово-промышленная палата. Она призвана отмечать успехи кировского бизнеса и рассказывать о них общественности. Экономика. В завершении о курсах валют доллар на 17 февраля 73.29 евро 88.94. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ. Продолжение следует...